Привет, вы в школе эмоционального интеллекта, меня зовут Алексей Красиков, здравствуйте! Сегодняшний ролик я бы хотел, чтобы вы посмотрели очень внимательно, он будет посвящен как найти свою профессию, если вас уволили, как найти себя, если вас сократили, как понять, что ваше или кто ваш. Поэтому я вам рекомендую посмотреть этот ролик, если вы его видите на ютубе или в инстаграме, в IGTV, в моей ленте. Значит, начнем с двух моментов. Я сейчас буду рассказывать про две самые большие человеческие ошибки с точки зрения эмоционального интеллекта. Я буду рассказывать о том, что приводит людей к самой большой в жизни катастрофе, к депрессиям, к тревогам, к неврозам, к суицидам, разочарованию и прочим-прочим проблемам. Но начну я с очень важной истории, которая станет основой этого ролика и проиллюстрирует то, что я хочу вам сказать. Мне 22 года. Сейчас мне 36. Я работаю управляющим достаточно хорошего ресторана. Я 4 года работаю в ресторанах. У меня начинаются панические атаки. Я заканчиваю свою работу в ресторанах и сижу дома без работы. Денег у меня не было особо накоплено. Деньги начинают заканчиваться. Я подаю резюме на Headhunter. И мне в отклик приходит резюме, отклик приходит от зоокомпании, которая называется Milord. Это сеть салонов для собак. Было тогда два салона для собак, где стригли все породы, мыли, стригли и ухаживали за ними. Это называется груминг. И мне приходит предложение на срискание должности управляющего третьего салона, который только строится. Я сижу такой и думаю, какой вообще груминг-салон? Я вообще к собакам отношусь очень посредственно. Для меня собака это... Ну, я вырос резиншнаусером. Для меня собака это резиншнаусер, это немецкая овчарка. Ну, вот такие породы. Маленькие, ёрки, чихуахуа, шпицы, мальтезы. Ну, такое для меня. Да и в целом вообще к собакам я, если честно, очень равнодушно отношусь. И я понимаю, что какой зоосалон? Я кормил правительство, я кормил депутатов, я с ними знаком, они не знают по имени, просят о каких-то там услугах в ресторане. И тут я начну салон для собак. Что это вообще такое? Но проходит какое-то время, я понимаю, что мне скучно. Я думаю, дай-ка я поеду просто на собеседование, просто познакомлюсь, поговорю. Я приезжаю в розовый салон, как Пэрис Хилтон, там собаки бегают, одежда. Я сижу, думаю, что это такое вообще? Что я здесь делаю? Это вообще не мое. У меня полностью, сто процентов, это не мое, это не мое, Алексей. Мы разговариваем с Денисом, с генеральным директором, он рассказывает о том, что вот у них два салона, и о том, как компания развивается, и о том, что они хотят сделать третий салон, сделать его таким флагманом. Им нужен управляющий из области ресторанов класса люкс, и это сервис, это документация, это стройка. И я говорю, окей, я подумаю. Я приезжаю домой, думаю, ну какой салон для собак? Ну это не мое, мое, это менеджмент ресторанов, открытие ресторанов, это фондовый рынок, это аналитика, это тактика, стратегия, это борьба, это все, это бизнес. Какой салон для собак? Не мое это, ну вообще не мое. Я сижу такой, деньги начинают заканчиваться, мне какие-то отзывы обратно не приходят, те, которые мне кажется, что нужно, да, там приходили разные, но мне кажется, что я жду какое-то свое. Вот придет та компания, где будет написана моя компания, мое, и вот я почувствую, что это мое, и я пойду на собеседование, да. И я такой сижу, думаю, ну ладно, если ему надо открытие салона, если ему нужно просто чисто техническое управление, там, открытие, оснащение, документация, сертификация, бла-бла-бла-бла-бла, я это сделаю и как бы, наверное, свалю, потому что это не мое. Я с ним говорю, что давай, значит, мы на несколько месяцев договоримся, я открываю, а там уж посмотрим. Я был полностью уверен, что так оно и получится. В итоге я задержался в компании на 5 лет, и до сих пор я приезжаю на день рождения компании, на день 100-го Валентина, хотя я уволился в 2013 году. Значит, в чем история? После того, как я начал работать управляющим и заниматься документацией, я очень быстро втянулся, я влюбился в этих людей, я влюбился в коллектив, и я втянулся в бизнес, и я понял, что это может быть интересно. Мой генеральный директор Денис Иванович очень быстро меня переключил на маркетинг и рекламу, потому что понял, что управляющий именно технической части, там, инвентаризации, это, мягко говоря, не мое. Вот эти все подсчеты, там, собачьих этих одежд, одежд, шейничков, вот это не моя история, склад и так далее. И он меня быстро переводит на маркетинг, и тут я выстреливаю на 5 лет, и идея сыпется, мы все взяли за руки, мы вместе преодолели кризис в восьмом году, как раз тогда, и выросли даже в этот кризис. В общем, я к чему. Ну, мы, когда я увольнялся, уже была франшиза, я открывал, помогал открывать компании в Белоруссии, в Сургуте, в Иркутске, занимался франшизой, у нас было производство косметики в Италии, производство оборудования в Шанхае, по-моему, оптовая и розничная торговля оборудованием Грумир, два бренда, Милорд и Парбос, Командор и еще что-то, и школа грумеров Академии Милорд, которая была полностью изначально таким, на любой моей идее и моим проектом, Денис Иванович мне его отдал на развитие, в общем, до сих пор школу знают очень многие в мире Груминга. В общем, за пять лет мы как ракета взлетели, и я никогда не думал, что это будет мое, потому что, придя на собеседование, я подумал, что это точно не мое. Но придя туда, вовнутрь, погрузившись в процесс, я влюбился в людей, в коллектив, в атмосферу, мы в прекрасных отношениях до сих пор, и к чему я? К тому, что большинство людей думают, что они должны сейчас прийти в ту компанию и заняться тем, о чем они обычно думают. Должно быть, знаете, написано «Моя компания», «Моя ниша». Это фундаментальная ошибка. И это же касается и людей, мужчин и женщин. Вы думаете, что когда вы встретите, когда вы увидите, что человек, что компанию, на ней будет написано «Мое». Поймите, все возможности, где вы можете развиться, где вы можете найти себя, как правило, кроются там, где вам первый раз казалось, что это вообще не ваше. Но каким-то образом вы решили попробовать. И нашли там как раз себя. Михаил Маратович Фридман вообще решил помыть окна ради прикола, потому что он где-то это услышал, и они сделали большую компанию, которая называлась «Курьер», которая мыла окна, они очень хорошо зарабатывали в 90-е. Олег Юрич Тиньков, Галицкий, Сергей, да, все вот такие серьезные ребята из мира бизнеса, они всегда, они не сидели и говорили, вот давайте торговлю порошком Проктерн Гэмбл, это мое, вот мое. Вы должны пробовать. То же самое касается парня или девушки. Очень часто бывает так, что ваш сегодняшний муж или ваши сегодняшние партнеры, это те, кого еще три года назад вы даже не рассматривали. Ну, был там парень и парень, но девушка и девушка, а потом раз как-то что-то пошло, поехало. И в то же время, наоборот, когда вы дрочите друг друга, дрочите компанию, дрочите фирму, дрочите отношения, надо работать, мое, надо натягивать, значит, мы прорабатываем отношения, прорабатываем, значит, я должен в этой компании найти себя, как найти себя в компании, как найти себя в отношениях. Получается все через задницу. И последнее Надо запомнить одну простую вещь На этой планете Запишите большими буквами Вот как Саша Митрошина попросила когда-то Записать большими буквами Люди читают жопой И я с ней абсолютно согласен Вот я хочу, чтобы вы сейчас записали большими буквами Люди меняются И это нормально Люди меняются Если ты хочешь встретить своего человека Запомни одну вещь Нет такого понятия, как мой человек Есть понятие, как мой человек В данный момент времени В моем состоянии Через 2-3 года Может через год Твое состояние может измениться Потому что твое состояние Прямо пропорционально опыту Который ты получаешь за это время Если за этот год За эти 2 года Ты получил Получила Новые опыты Новые скиллс Навыки Новые какие-то кейсы То твое состояние Безусловно изменится И то, что год назад было твоим Через год станет вообще не твоим А твоим будет что-то еще Таким образом Я хочу, чтобы ты понял Запарывать себе идеи Про то, что есть что-то твое На всю жизнь Есть что-то твое На все века Это ушлепская стратегия Которая, как правило Ведет к депрессии Потому что взявшись, как обезьяна За ветку со словами Это мое Ты можешь прийти к тому Что через несколько лет Ты будешь уже висеть на сухой лиане И плакать от того Что ты не можешь отпустить лиану А все вокруг уже идут по другим пальмам Поэтому подытожим Нет на людях надписи «Мое» Нет на компании «Мое» Надо пробовать И искать там возможности И влюбляться в процесс И раскрывать себя в процессе Не ищите, что вас озарит Что это ваше Пробуйте, пробуйте И я вам даю слово Что через некоторое время Вы мне напишите И скажете Ты знаешь, я нашла своего парня Свою девушку Я нашла классную работу Совершенно там Где я никогда не думала Где я даже не планировала Где я даже не ожидала И последнее Вы и ваши партнеры меняетесь Вы люди И надо всегда держать это в голове Никогда не забывайте про это Школа эмоционального интеллекта Ваш Алексей Красиков До встречи Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...